МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава регионала уточнил, что льготы будут связаны с компенсацией стоимости услуг ЖКХ, налогообложениям, проездом в транспорте и другими категориями. Также Воробьев сообщил, что 41% по ремонту подъездов, запланированных на 2018 год, выполнен. Возглавил тройку лидеров медиарейтинга Сергей Собянин, Москва. У Воробьева второе место, Александр Маур, Тюменская область, на третьем. Глеб Никитин, Нижегородская область и Евгений Куйвышев, Свердловская область, замыкают пятерку. Отопительный сезон в Подмосковье начнется с 28 сентября. Об этом главе региона доложил министр ЖКХ Евгений Хромушин на заседании регионального правительства в авторник. Готовность объектов пуска тепла и сезона в целом глава ведомства оценил в 99%. Воробьев отметил, что отопление традиционно появится раньше на социальных объектах. Цитирую, с пятницы начнется пуск тепла, социальные учреждения и многоквартирные дома. В этом году запланировано привести в порядок 45 котельных. Это позволит улучшить качество теплосложения для более 500 безъедетелей в Подмосковье. Кроме того, многоквартирных домах региона проводят капитальный ремонт. В 62 домах оборудуют индивидуальные тепловые пункты. Также под подготовкой к зиме в Московской области было проверено 1284 километра тепловых сетей в 38 муниципалитетах. Важным моментом остается снижение кредиторской задолженности за газ. К 1 октября объем долга составит порядка 3,6 миллиарда рублей. Это на 1 миллиард рублей меньше, чем за тот же период прошлого года. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил активистов акции «Наш лес, посади свое дерево» в ходе заседания правительства Подмосковья во вторник. В этом году приняли участие порядка 300 тысяч человек. Ежегодный прирост участников на 7-10%, уточнил Воробьев. Глава региона отметил важность акции, поскольку у многих, по его словам, Подмосковья ассоциируется с природой, лесом и экологией. Первые акции проходили преимущественно в местах, где была массовая санитарная вырубка леса после караеда. В инстаграме Воробьева пост субботней акции не теряет актуальности, продолжает набирать просмотры. Сегодня уже почти 14 тысяч. Что касается нового экологического стандарта, то здесь идет большая серьезная работа. У меня нет сомнений, что большая программа по рекультивации, по введению нового экологического стандарта, позволит нам стать пионерами в области сбора, утилизации и переработки мусора. Конец цитаты. Редактор субтитров А.Семкин